Ребятки, всем здрасте! Вы, как всегда, на канале Пиратская Жизнь. С вами Нина. Ну что, вы просили ответы на вопросы. Вопросы вы задали. Я на них сегодня буду отвечать. Смотрите, я тут устроилась на таком вот кресле. Кресло-мешок. Вы можете сзади меня видеть второй. Также у меня вот рядом елочка наша красивейшая. Очень красивая елка у нас появилась. Также, смотрите, у меня здесь альбомчики. Но давайте все по порядку. У меня вот здесь, где все ваши вопросы, все ваши пожелания, все ваши, так сказать, бдения и чаяния. Так что сейчас будем с вами отвечать. Так. Ну, у меня, как всегда, тупит интернет. Сейчас, секундочку, подключусь. Так, наш канал. Вопросы вы могли задать в разделе «Сообщество». Вот. Здесь была тема. Я ее создала сегодня. Точнее, уже вчера. Вот. Так что будем отвечать по порядочку, по порядочку. Постараюсь ответить на все, даже на просто комментарии. Так. Давайте начнем сначала. Буду помечать сердечком, которое я ответила. Да-да-да-да-да. Так. Ладно. «Привет. Покажите ваши детские фото». Пишет Марьяна Гоке. Да. Детские фото. Вот. Я, кстати, уже там посмотрела кое-какие комментарии. Ну, поэтому я уже подготовила альбомчики. Так. Ну, давайте. В общем, пример. Примерно я была вот такая. Вот. Если вам видно. Вот. Я вот здесь вот такая. Дальше. Ну, вообще, на самом деле, фотографии я показывала на стримах. Вот. Вот тоже вот такая вот маленькая еще была. Так. Фотографии я вообще показывала на стримах. У нас, кстати, даже есть где-то стрим. Вот. Ну, в общем, вот такая. Ну, дети, знаете, они все такие красивые. Вот. Так что... Вот примерно я. Маленькая. Да. Так. Ну, вот здесь уже постарше. Я не знаю, как показывать. Ну, на компьютере я показывала. Был, по-моему, лучше. Вот здесь тоже красивая. Прикольная. Не знаю, видно вам, не видно. Надеюсь, все видно. Вот. Это у нас альбомчик. На самом деле, знаете, сейчас фотографии, это, по сути, сейчас уже даже никто и не делает. По крайней мере, бумажные. Сейчас они все в электронном виде. Вот так вот. Видно? Сейчас вот они все в электронном виде. И, как бы, на бумажке они не сохранились. Так. Вот эта девочка с апельсинами. Вот. Пожалуйста. Вот здесь я уже в школе. Смотрите. Вот. У меня были длинные волосы. На самом деле, волосы я отрезала где-то около 18 лет. Просто так, как у меня мама не стала. Так. Ну, это вот один альбомчик. Ну, тут у меня еще и другие, где я постарше. Но там еще будут другие фотографии. Так. В общем, Марьяна Гоккея вам плюсик. Все. Я на ваш вопрос ответила. Кстати, вам привет и с наступающим Новым Годом. Вот. Пишет Инесса Дарк. Инессик, моя дорогая, привет. Моя солнышко. Рада, что ты тоже отметилась. Спасибо большое, что поддерживаешь наш канал. Прямо от души. Привет, Нинуси. Вовчик, передайте, пожалуйста, мне привет. Процветание каналу. Инессочка, спасибо тебе большое. За пожелания. Тебе тоже всего хорошего. С наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья тебе, тебе и твоему мужу. Все. Поздравляю. Целую. Дорогая, ты знаешь, что я к тебе отлично сейчас отношусь. Так что... Привет тебе огромный. Так, дальше. Я бы хотела посмотреть фотографии в юности, школьные годы. Институтские. Вот пишет Елена Елена. Так, Елена Елена. Здесь у меня вот, по-моему, школьные, институтские. Вот примерно вот так вот я выглядела. Смотрите. У меня были длинные волосы. Вот. Когда я пошла в институт, у меня мама не стала, когда я была на втором курсе. Вот. Когда мне было 18 лет. Вот. Но... Вот такие вот длинные волосы, видите, у меня были. Такие длиннющие, длиннющие. Надеюсь, вам там видно. Так. Волосы у меня были, в принципе, практически до пояса. Вот у меня здесь отец еще даже есть. Вот, видите, отец. Он все такой здоровый. Извините, у меня толстый. Вот. Но, знаете, очень многие люди худеют, когда болеют. Вот. И он, к сожалению, к старости уже похудел. Так. У меня тут еще фотография. Вот такая вот была. Видите, у меня вот коса была прям как это... Как ожерелье. Вот здесь тоже я. А это, по-моему, если я не ошибаюсь, это после выпускного. У нас в школе было. Когда у меня прическу делали очень красиво. Так. Вот здесь вот я тоже университет. Тоже университет. По-моему, лето. Не помню, по-моему, 13-го года, что ли. Так. Вот здесь вот мы с ребятами. Это я тогда, знаете, сидела раньше в чатах таких. Здесь вы меня, наверное, не найдете. Вот. Ну, я где-то вот тут вот. Вот здесь вот. В центре. В центре внимания. Вот. Я сидела в чатах. Знаете, были такие чаты. То есть, ну, общались, там, болтали, встречались. И вот такие вот были у нас встречи. Так. Еще тут разные. Да. Мой компьютер. Это то, что у нас было. Ну, так, в принципе, ничего нету. Да. Еще, кстати, как бонус. Я нашла. Вовчик тут припер альбом, оказывается, у нас. Альбом с собой он принес. Да. Какой он был молодой, красивый. Смотрите. Вот его школьная фотография. Вот. Смотрите. Видите? Настолько он был молод, худ. Здесь на нем какой-то пиджак. Такой, знаете. Ему, походу, еще велик. Он, конечно, сейчас очень сильно поменялся. Но вот он как бонус. Если видно. Вот такой Вовчик у нас был. Вот. Еще тут у нее есть фотография. Ну, это, я так поняла, у него школьный альбом. Я тут не буду показывать, потому что здесь очень много ребят из его школы. Так. Сейчас полистаем. Вот тут свадьба какая-то и так далее. Ну, я без спроса, конечно, показывать не буду, потому что, в принципе, это так нельзя делать. Вот. Одну фотографию вот только показала. Вот еще одну, кстати, покажу. Ну, я думаю, тут он будет не против. Вот, смотрите. Видите, какой он был. Надеюсь, вам все видно. Чернявенький, красивенький, худой. Да-да-да. С магнитофоном, видите, с магнитофоном. Забавно. Так. Вот это был у нас Вовчик в молодые годы, так сказать. Так. Давайте дальше. Дальше. Так. Елена, Елена, вам еще раз огромный привет и с наступающим Новым Годом. Светлана Голыш. Светочка, привет. Привет, ребят. С наступающим дачи вам во всех ваших начинаниях. Светочка, огромное тебе спасибо. С наступающим Новым Годом. Всего тебе хорошего, замечательного. И пускай Новый Год будет самым лучшим. Да, ребят, к нам, видите, как это поздравление, пожелание. Сегодня. Вот. Мариночка, Мариночка, Марина пишет. Я тоже хочу привет. Мариночка, привет, моя дорогая солнышко. С наступающим. Привет тебе огромный. Целую, целую. Девчонки мои хорошие, вы всегда меня поддерживаете. Света, Инесса, Марина. Девчонки, ну, просто прямо от души, душевно в душу. Прямо спасибо, что вы есть на нашем канале, что не боитесь нас поддерживать, даже когда нас пытаются как-то засадить. Знаете, очень приятно, что вы нас любите и всегда поддерживаете. Дальше. Здравствуйте. Можете передать привет Дане. Пишет Дана Павленко. Даночка, с наступающим вас, с Новым Годом. Огромный вам привет от всего нашего пиратского канала, от меня, Нины, от Вовы. К сожалению, сейчас нету дома, он у нас сегодня на работе. Но вот елочку вам в ленту, всего вам самого хорошего, с наступающим и огромный-огромный вам привет. Так, вам тоже передала. Так, дальше читаем. Сейчас, секундочку. Так, сначала Новый. Так, так, так. Ну, конечно же, здесь были комментарии, которые не по вопросам. Конечно же, здесь были комментарии просто нас, извините, минуточку обосрать. Ну, люди у нас бывают. Здравствуйте. Женя, Насеня и Лерия, передайте привет. Мы вас любим. Женя и Лерочка, огромный вам привет. Это Лерич 2309 передает вам тоже огромный-огромный привет. С наступающим Новым Годом. Всего вам самого замечательного. И опять же повторюсь, что пускай 21 год будет самым лучшим, лучше, чем 20. Так, дальше. Нинулий Вован, приветик с наступающим вас. Вас тоже. С Новым Годом. Мой вопросик. Не хотели бы завести себе какое-нибудь домашнее животное? Там котика, рыбок или хомячка. Вот, задает Таня Луна. Вот. Насчет котика, хомячка или рыбок. Кошек я, в принципе, знаете, вообще не очень сильно люблю. Я больше люблю, предпочитаю собак. Я как бы, ну, если так посмотреть разделение, я, наверное, собачница больше. Насчет хомячка, знаете, у меня в детстве были хомячки, но они очень быстро плодились. Вот. И помню, что родители точно так же, как быстро их взяли, вот, точно так же быстро их отдали. Потому что, ну, за ними, если не уследишь, они очень быстро размножаются. Честно, наверное, нет, наверное, никакой живности дома я не хочу. Мне хватает полностью мужа. Вот. Плюс мы, как бы, знаете, такие птицы больные. Можем сорваться в любой момент, уехать в любое место, да. Вот. Мы очень любим путешествовать, на самом деле. Вот. Ну, конечно, не так еще много стран, которые мы еще посетили, но мы планируем, на самом деле, объехать весь мир. И, надеюсь, у нас это когда-нибудь все дело получится. Так что, честно, пока заводить никого не хотим. Вот. Если Бог даст, если будут дети, то, возможно, когда-нибудь, когда будут дети, может быть, тоже кого-нибудь заведем. Ну, как чисто, чтобы ребенок общался там с животными. А сейчас пока не хотим. Вот. Вам тоже огромный привет с наступающим Новым Годом. Так. Вы же не успеваете отвечать. А здесь успеете. Инна Гэ пишет. Ну, Инна, я как раз создала такую тему для того, чтобы ответить на наши вопросы. Так. Привет с наступающим. Просто рада вас видеть. Светлая, 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 светлая. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим. Мы тоже рады вас видеть. Спасибо большое за пожелания, за поздравления. Вас тоже с наступающим Новым Годом 2021. Конкурс какого числа стартует Нин? Это задает Березовая улица. Березовая улица, знаете, честно, не знаю, будем ли проводить конкурс, который вот тогда заикнулся Вован. Честно, почему-то никто не хочет в нем участвовать. Ну, как бы, было пару желающих. Вы сами понимаете, среди пару желающих нет смысла его проводить. Так что мы пока подумаем. Может быть, все-таки и сделаем. Вот. Но если что, я, конечно, предупрежу. Вот. Вован хотел именно про новогоднее блюдо сделать. Не знаю, получится или нет. Так, дальше. Хочу привет от пиратов Арине. Ангелина Петрова. Арине. Слушайте, Ангелина это Арина. Ариночка, вам огромный привет от пиратов, от меня лично. С наступающим Новым Годом. Пускай в вашем доме будет всегда только уют, добро и позитив. Всего вам самого хорошего. Так, дальше. И я хочу привет. Виктория Ланцова. Виктория. Счастья, здоровья, любви. Всего самого замечательного. Вам огромный привет от меня. Вот. От всей нашей дружной семьи. В составе двух человек. От Вавана. И от меня вам всего самого замечательного. Привет вам, Виктория. Так. Дальше. Привет. У нас в Милстриме скидки 25% на вторую бутылку с 18 до 20. Еще раз. Тут видите, уже реклама прорывается. От Елены Курбатовой. Да. Еще раз вопрос. Сколько у вас кухни квадратных метров с наступающим? Елена, вас тоже с наступающим Новым Годом. Действительно, кстати, вот очень классный магазин Милстрим. У нас в Нижнем Новгороде есть. Вот я не знаю, есть ли в вашем городе. У нас вот есть. Это магазин, знаете, где продают вина и алкогольные напитки из Краснодарского края, по-моему. Как-то так. Вот. Ну, там крымские вина и прочее. Сколько у нас кухни квадратных метров? Наверное, знаете, где-то около 9 метров квадратных у нас кухня. Вот. Достаточно она большая. Я когда жила на другой квартире, у нас была там совсем маленькая кухонка. Где-то 5 или 6 метров. То есть буквально там, знаете, шаг вправо, шаг влево уже как бы ты заперти. Вот. Так что кухня меня сейчас устраивает. Вот. Немножечко водички попила. Вот. А так все здорово. Так. Дальше. Приветик. Вы классные. Надежда Чербакова. Спасибо большое, Надюша. С наступающим Новым Годом. Спасибо за оцетку. Так. Вот. Татьяна Титаренко спрашивает. Нина, Вовка с работы уволился или как? Танюш, нет. Вова с работы не уволился. Просто у него сейчас поменялся график. Вот. Он сейчас работает сутки через трое. Ну и знаете, как я уже говорила, что выпуски у нас выходят в записи где-то примерно в один день. Иногда у нас бывает так, что мы как бы в один день наснимаем и можем, грубо говоря, это растянуть. Да, не всегда получается как бы выпускать видео прямо вот день в день. Вот. Но иногда у нас жизнь, понимаете, проходит по ночам. Мы этого не скрываем. Но ночи, соответственно, никто смотреть не будет. Ну и мы как бы делаем публикации на следующий день. Так что нет, Вовчик работает, все отлично. Вот его даже сегодня просили там выйти лишний раз в смену. Но так как он сейчас побаливает, он отказался. Вот. Так что прошу отставить все сплетни по поводу того, чтобы Ивана уволили. Вот. Все отлично он работает. Да и какое вам, в принципе, дело, работает он или нет. Как бы, ну, вам-то какое дело. Так, дальше. Дочь перед Рождеством. Как Владимир сделал вам предложение? Дочь перед Рождеством. Вова сделал мне предложение. Ну, вообще, знаете, мы как бы взрослые люди. Вот. И мы с ним как бы, когда сошлись, мы, в принципе, через полтора года только поженились, да. Вот. Ну и как бы, ну, мне уже было по тридцатник, ему там уже, извините меня, было тридцать пять, да. Ну и мы были взрослые люди и подумали, что как бы, ну, что нам жить просто так нерасписанными, да. То есть, ну, мы любим друг друга, мы как бы живем вместе, вот, зачем жить нерасписанными. Конечно, многие, знаете, женятся, когда там, не знаю, кто-то забеременит, там, или еще что-то. Вот. А кто-то осознанно к этому подходит. Вот. Он мне подарил кольцо. У меня, кстати, где-то, по-моему, даже были на первом канале еще пиратский путеводитель. Кстати, вот это наш первый канал, с которым мы начинали канал про путешествия. Вот. Вот. У меня были выпуски в сообществе, где я постила кольцо. Вот. Которое он мне подарил. Там, знаете, такое красивое кольцо. Ну, обычное. Ну, для меня, конечно, это было прям приятно. Вот. Он пришел с работы. Вот. Он положил мне его, грубо говоря, под нос, поцеловал и сказал, будь моей женой. Вот. Ну, без какой-то там, знаете, без лирики, там, без вставания на колено и так далее. Вот. Ну, потому что у нас, как бы, мы люди взрослые, у нас было тоже все обдумано, продумано. И, как бы, ну, это естественный процесс. Вот. Вот. Дальше. Нина, у тебя волосы на груди насили расти, что ли? Вот. Анна, родина. Нет, Анна, волосы у меня на груди не растут. Если вдруг вы по поводу фото. У меня, как бы, на груди есть родинки. Вот. Точно так же, как и на всем лице. Вот. У меня... Я вообще от природы такая, знаете, конопатая. И у меня вот, особенно, когда солнце на меня падает, я прям вообще зажигаю себя, как елка. То есть, ну, такая вся рыженькая, рыженькая. То есть, у меня здесь вот веснушки на лице очень много, на руках, на груди. То есть, ну, я вот солнцем любивая. Дальше. Вот. Ирина Струа пишет. Хрюндели. Спасибо, Ирина, за вашу оценку. Боже мой, красавцы. Вот. Анастасия Хасанова пишет. Спасибо большое, Анастасия. А с наступающим Новым Годом. У меня такой вопрос. Где вы работаете? Физуля Гази... Физуля Газагиров. Физули. Физули Загиров. Вот. Извините, пожалуйста, вдруг, если я неправильно произвещала ваше имя. Так. Ну, я вообще, как бы, говорила, что я... Вообще, я самозанятый. Вот. Человек. Как бы, я официально оформлена. Вот. И я работаю, как бы, на удаленке в социальных сетях. Но вообще, как бы, сейчас основная моя деятельность – это блогинг на Ютубе. Вот. Вова работает охранником. Вот. На военном заводе. Мы про это уже, кстати, говорили. Вот. Так что мы, в принципе, ну, обычная семья. Я дома хозяйка. Вова охранник. Вот. Ну, просто вот, видите, так получается, что я могу себе позволить быть дома. Вот. И зарабатывать из дома. Ну, грубо говоря, на удаленке. Вот. Вас с наступающим. Всего самого хорошего. Жень-шень пишет. Две куриные жопки. Спасибо большое. Нина вся в веснушках. Да-да-да-да-да. Вот именно. Вот вы правы. Нина вся в веснушках. Я уже говорила, что я действительно, знаете, когда солнышко падает, я прям вся зажигаюсь. Отчего Вова так рано посидел? Кстати, хороший вопрос, женщин. Вот. Вообще, как вы знаете, ну, сидение, да, то есть, ну, посидение у мужчин, многих, ну, и у многих женщин, это все зависит от генетики. У меня отец, на самом деле, тоже очень рано посидел. Он посидел где-то буквально в 30 лет. Вот. Из-за того, что, ну, у него умерла жена. Вот. Первая жена, которая вот мама Маиси Тритане. Вот. И, не знаю, может быть, это генетическое, да, то есть, ну, есть такие мужчины, которые очень рано сидеют. А есть, как бы, мужчины, которые и в старости, как бы, с такими темными волосами. Но вот Вова, он так вот посидел очень рано, вот, не знаю, с чем это связано. Ну, скорее всего, с генетикой, потому что он говорил, у него дедушка тоже очень рано посидел. Ну, это не от того, что кто-то где-то там что-то у него случилось. У него, вроде, по-моему, ничего такого не случилось. И я видела фотографию его до меня. Он подкрашивался. То есть, как он сказал, что он стал сидеть, начинать сидеть уже после армии. Вот. Не знаю, с чем это связано, из-за чего. Так, стрим делайте там и ответите. Ну, стрим, я уже говорила, мы сделаем обязательно на 25 тысяч подписчиков. У нас сейчас осталось уже прям совсем немножко. Вот. Так что стрим мы сделаем, не переживайте, все будет хорошо. Ну, а сейчас мы немножко ограничили стрим, потому что, ну, знаете, очень мало народу приходит. Вот. И мы хотим, чтобы все-таки люди их ждали, люди их хотели видеть. Вот. Ну, и сождать ажиотаж. Ну, не всегда есть, знаете, время, потому что стрим это там по три с лишним часа. Вот. И не всегда располагаем временем. Сейчас стараемся больше, как-то, знаете, вместе общаться, потому что зачастую, как бы, ну, канал очень много времени отнимает. И не всегда успеваем. Ну, вы нас извините, но на 25 тысяч подписчиков мы обязательно сделаем, как мы уже и говорили. Так, передайте, пожалуйста, мне привет, Украина, Крижопольский район, село Голубиное. Так, Аннушка Белоус, передаем огромный привет на Украину. Всего вам самого замечательного, с наступающим вас Новым годом, счастья, здоровья и главное здоровья в наше нелегкое время. Так, дальше. Лицо большое, губы бантика, маленькие такие. Алинок Ай. Ну, знаете, не всем быть, извините меня, Анжелиной Джоли. Все люди разные. Фу, какая конопатая, фу, какая конопатая. Гуд Монинг, канал создан только сегодня, так что Гуд Монинг, Гуд Бай. Так, Боже упаси, Боже упаси от Оксаны Бобровской. Боже упаси. Так, Тупорылые Квашины. Отвяньте уже, если не нравятся они вам. За своими недоделанными мужьями смотрите. Галина Скиден. Ну, Галина, вы, конечно, грубо очень выразились, но, в принципе, есть доля истины в ваших словах. Спасибо вам большое за поддержку. Вот, всего самого замечательного. Вам огромный привет от нас. С наступающим Новым Годом. Красавчики, вы родные братья. Ну, конечно же, нужно подшутить. Маша Медведева спрашивает. Нет, мы не родные братья. Мы родные сестры. Так, дальше. Евгения Пользователь. Евгения Пользователь. Да, люди некоторые даже не напрягаются по поводу названия канала. 25 ноября 2020 года. Ну, ничего, я за вами посмотрю. О, боже, Нина некрасивая. О, боже. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И дочка пошла в жопу. Так, дальше. Ксения Соловьева. Ну, и рожи ночью проснешься и в штаны наделаешь, как два дурака. Господи, Ксения, вы нас тогда не смотрите по ночам. Вдруг вам что-нибудь приснится не то. Так, дальше. Гэйне Кушан. Кушаян. Кушаян. Гэйне Кушаян. Вот, здесь только смайлики. Вот, но вас тоже. Вам огромный привет. С наступающим Новым Годом. Дальше. Передайте привет Екатеринбургу. Анжела, Анжела. Екатеринбург. Огромный-огромный вам привет из Нижнего Новгорода от канала «Пиратская жизнь». Нина и Вовчик. Все самого замечательного. Так, нужно попить водички. Екатеринбург. Привет, привет. Так, кто из вас убил дедушку лопаты? А я дедушку любил, а я дедушку не бил. Никто. Дальше. Вопрос. Нина, почему у тебя нет подруг? Зает Валерия. Валерия. Или Валерий. Так, Валерия Савостикова. Савостикова. Извините, по-английски написано. Так, вопрос отвечает. Почему у тебя нет подруг? И почему твой смысл жизни – еда? Ответь на мой, пожалуйста, вопрос. Тебе разве не интересно быть сексуальной, привлекательной, привлекать внимание своего мужа? Это даже фотография для тысячи людей, которые в застиранной футболке уже не белого цвета, а серого. А я смотрю, ты не стараешься не то, что для мужа, а даже для нас. Ты хоть бы для нас, для себя постаралась быть чистоплотной, будешь себя любить, тебя будут другие любить. И особенно муж, заметь, сколько людей тебе пишут, что муж твой брезгует тебя. Но это же не просто так, тысячи людей тебе это говорят. Надеюсь, что ты ответишь на этот вопрос или постыдишься. Нет, Валерия, я отвечаю на ваш вопрос. Да, у меня на самом деле нету сейчас подруг таких вот, потому что, знаете, мне не повезло с ними. Потому что, ну, знаете, многие женщины как бы, ну, как-то у меня не получается с девушками. У меня больше есть друзья мужчины. Как-то у меня с мужчинами быстрее находится общий язык. Насчет того, что твой смысл жизни еда. Нет, мой смысл жизни не еда. Просто мы на самом деле очень любим с мужем еду. В том плане, что он любит готовить, я люблю готовить. Мы любим, так сказать, испытывать что-то новое, какие-то новые вкусы. Поэтому, приезжая в новую страну, мы хотим ее узнать не только со стороны какой-то, знаете, вот, что-то такого интересного, да. Но при этом еще попробовать местную кухню. Потому что, знаете, вот, скажите, пожалуйста, задайте такой вопрос какой-нибудь шеф-повару, который, знаете, каждый день готовит, каждый день что-то ест. Твой смысл жизни это еда, это как бы, ну, глупо. Вот, насчет того, что, так, быть сексуальной, привлекать внимание мужа, фотографии тысячи лет, то, что там одежда и так далее. Ребят, мы показываем реальную жизнь, так, какая она есть, понимаете. Не очень, точнее, я уверена, практически многие люди, да, не всегда на отдыхе, там, ходят в лучших своих нарядах Луи Виттона. В лучших своих, там, ну, не знаю, каждый день красятся и так далее. Люди хотят отдохнуть и не всегда это бывает так, что они, например, в какой-то своем лучшем наряде или еще прочее, да. Я вам показываю свою жизнь, такая, какая она есть, без прикрас. Я надеваю на себя маску, мы не делаем у себя идеальную семью. Ну, как мы общаемся, мы показываем, вот, не говорим там, ой, милый, ой, любимый, ой, любимая, там, цветочки на показуху, мы не живем, понимаете. Поэтому, если вам не нравится, вы всегда можете переключить канал и просто нас не смотреть. Но, опять же, повторюсь, знаете, у нас обычная жизнь, вот, и мы ее показываем такая, какая она есть, без прикрас. Вот, а насчет того, что понравится, не понравится, я хочу, чтобы меня любили мои зрители не за то, что я могу, так сказать, быть красивой, да, а за то, какой я человек, да. А уж поверьте, когда я накрашусь, прихорошусь, одену свой лучший наряд, вы просто охренеете. Вот, так что, такие дела. Вот, пишет Марина Давыдова, а у вас почему ресниц нет? У меня есть ресницы, просто от природы я достаточно такая, знаете, рыженькая, светленькая, и, в принципе, ресницы у меня такие, ну, как вот вам сказать, они у меня светлые. Вот, они у меня светлые, но я их не крашу, поэтому они у меня такие бледненькие. Вот, вообще, кстати говоря, вот, если убрать мои брови, вот, то, в принципе, я буду такая прям совсем блекленькая. Так, ну, вот от природы не все такие чернобровые, не все такие красивые. Так, это фото надо повесить на двери свинофермы, только там им и место. Вы больны, что ли, такие хари нажирать? Вот, пишет Галина Прокошина. Ну, Галина, вам, видать, виднее, что да как делать. Так, а так, вообще, Галина, с наступающим вас Новым Годом, счастья вам, здоровья и любви. Ну, чтобы кто-то вас полюбил и чтобы вы не писали такие гадости совершенно незнакомым людям. Когда ты похудеешь, Нина, когда Володя под тобой помрет? Нет, не волнуйтесь, у нас все хорошо, у нас отличная кровать, которая выдерживает нас обоих. Вот, никто, как говорится, не помрет. Вот, когда я похудею, вы об этом обязательно узнаете. Разумеется, я вам об этом расскажу. Берест, Берест, вот, привет вам, Берест, наступающего Нового Года. Вы собираетесь заводить детей, если да, то когда, это мой вопрос. Вот, Саша Геру. Да, на самом деле, если Бог даст, то с удовольствием заведем людей, твой людей, заведем детей. Но, вот видите, пока что у нас не получается. Мы никак не препятствуем данному вопросу. Но, вот, если Бог даст, то, разумеется, будем очень на этом рады. Так, Ниночка и Вова, огромный вам привет, с наступающим Новым Годом. Елена Мохаммед. Елена Мохаммед, вас тоже с наступающим Новым Годом. Всего вам самого замечательного. Здоровья, счастья, любви. И самого-самого замечательного Нового Года. Проведите его обязательно с семьей, с родственниками, с друзьями, с теми людьми, которые вам приятны. И пускай целый год у вас будет только счастье, здоровье и позитив. Да, с наступающим Новым Годом. Так, здравствуйте, ребята, расскажите про вашу свадьбу. Екатерина Брезгалова, здравствуйте, Катюша, с наступающим вас Новым Годом. Вообще, наша свадьба, ну, у нас как таковой свадьбы не было. Мы просто расписались и сделали небольшие посиделки с нашими родственниками. Вот, мы не устраивали там свадьбу с белым платьем, там, с выкупом невесты и прочее. Мы предпочли потратить эти деньги на путешествия, на путешествия, на медовый месяц. Вот, и у нас так получилось, что мы вот расписались и буквально где-то через неделю мы посидели с родственниками. Вот, потому что это было выходные. Расписались мы, по-моему, среди недели. Я не помню, когда точно это, какой день недели был. Но это было, по-моему, 23 марта мы расписались с Вовчиком. Вот, и через неделю буквально вот отгуляли с родственниками. Ну, там было не очень много людей, там было несколько родственников и несколько друзей. Вот, чисто символически, знаете, потому что, ну, меня отец поднял на смех и сказал, что обязательно надо отметить там туда-сюда. Да, то есть, ну, кто захотел, тот пришел. Вот, потом мы просто взяли и уехали отдыхать на Кипр. Там мы провели две отличнейших недели, у нас был медовый месяц, и мы были этому довольны. Потому что, знаете, у меня был такой опыт, ну, мы ходили на свадьбе, там, к родственникам, знакомым. Вот, и чем пышнее свадьба, тем быстрее потом люди расходились. И мы, как бы, знаете, такие, ну, мы не суеверные в этом плане, конечно. Но мы подумали, ну, какой смысл устраивать всю эту свадьбу, когда можно... Мы хотели расписаться, мы расписались, чтобы жить как муж и жена. Вот, и потом просто уехали. Вот так. Так, Елена Демидова пишет. 99% это старая фотография года два назад. Нет, Елена Демидова, это у нас фотография была сделана в Сочи. В 2020 году, это был октябрь, это примерно где-то 9 октября. Потому что мы тогда уезжали, мы сидели, ждали автобус, мы прикалывались. Так, дальше. Вот Оксана Сай пишет. Капец, читаю вопросы и дурно становится. И ведь и так всем тяжело. Ребята, давайте жить дружно. А вам, Нина, хочу сказать, вы бы заканчивали жить на халяву, а там, может быть, с детишками бы сложилось. А на людей обижаться не надо, они вам правду говорят. Ну, знаете, есть, Оксаночка, такое понятие, как и правда у каждого своя. Что значит жить на халяву? Вот скажите мне, пожалуйста. Так, жить на халяву. Так, ведь это тяжело. Ребята, давайте жить дружно вам, заказать, заказать жить на халяву. Мы на халяву не живем. Мы работаем и зарабатываем деньги. YouTube нам платит деньги с просмотров. Вот, соответственно, почему бы и нет? Мы получаем достойную зарплату. Вот, Вова тоже работает. Почему на халяву? Мы у вас же не просим деньги, не требуем. Если кто-то хочет нам добровольно помочь, там, донатом или как-то нас проспонсировать, присылать нам подарок, то это добровольное желание всех людей. Так что, Оксана, тут вы абсолютно не правы. Вот, насчет детей, знаете, давайте не трогать тему детей. Зачем вам это? Вот. Насчет правды, знаете, правды, опять же, повторюсь, у каждого своя. И не всегда эта правда всем нужна. Точно так же, как и критика. С вступающим вас Новым годом. Всего вам самого хорошего. Так, Татьяна З. Эта судьба встретится двум одиночеством, любящим себя и пожрать. Ну, Татьяна, это сугубо ваше мнение. Вопрос. Кися Уайлд. Почему вы такие глупые? Потому что ты очень тупая, Кися Уайлд. Привет тебе. С наступающим Новым годом. Так. Сначала новые. Так, так, так. Все ответила. Так, дальше. Дальше. Рыжий дымовенок Нина и Нафааня. Наталья Балабанова. Наталья Балабанова. Ну, это, опять же, повторюсь, это ваше мнение. Ха-ха-ха, все поржали. Но, опять же, знаете, вот этим подколами вы не нас принижаете. Вы себя не красите. Так, Марина Смольникова. Что вы теперь не упоминаете про 30 тысяч подписчиков до конца года? Марина, знаете, мы просто сделали вывод, что на самом деле счастье-то не в цифрах. Счастье в наших зрителях, которые, вот, посмотрите, вначале нам желают и здоровья, и счастья, и всяческие с нами, так сказать, поздравления. Так что все эти цифры, это всего лишь пузомерка, и мы сейчас за ними не гонимся. Да, отлично, если нас будет больше на канале, если нас будет еще больше наших пиратов. Но, честно, мы не будем гоняться за цифрами, потому что нас сейчас, на самом деле, все и так устраивает. Вот, ребятки, пока что я ответила на все вопросы, которые у вас были. Огромное спасибо всем тем, кто написал добрые комментарии. Спасибо большое, что нас смотрите. Спасибо большое, что поддерживаете. Девчонки, всем огромное спасибо. Ну, кто пишет гадости, ребята, не забывайте, что это бумеранг, он вам, скорее всего, вернется рано или поздно. И, поверьте, ну, где-то прибыло, где-то убыло. Если вам все понравилось, периодически будем устраивать вот такие вот посиделки. Вот, будем сидеть возле елочки, я буду отвечать на ваши вопросы. Можете, кстати говоря, в этой теме продолжить задавать свои вопросы. И, возможно, мы сделаем с вами вторую серию, если вам понравится. Конечно, как некоторые блогеры, я не буду делать там 8 частей. Вот, но все зависит от ваших вопросов. Опять же, всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья, любви. Ребята, сейте позитив, и когда-нибудь он к вам вернется. На сегодня у нас все. Увидимся с вами, возможно, на Мукбанге, а может быть, уже и завтра. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока.